Сатьяна Ивановна Пельцер, у вас были конфликты поначалу, да? В театре сатиры, да, она замечательная, я много раз рассказывал. Вредная она была? Она была какая-то такая справедливая старуха, она была какая-то, по большому смыслу, она была человеком добрым. Она никому гадостей никаких не делала, но сказать могла очень какие-то обидные вещи. Ну, например, я доходное место, я уже упоминал, был действительно хороший спектакль, и я такую сделал развернутую экспликацию поначалу, народные артисты, я им рассказал, как это все будет, хорошо. Потом такая воцарилась пауза, и мне показалось, что вот хорошая пауза такая, вот действительно все оценили мою, так сказать, экспликацию. Вот паузу нарушила Татьяна Ивановна, которая сказала, что же это у нас происходит в стране, как человек, ну ничего не умеет, так он сразу лезет в режиссуру, сразу. Ну, я как-то понял, что это надо как-то смехнуться и как-то, так сказать, не обращать внимания. Вот, а потом это моя любовь, она пришла в Ленком, проработав 30 лет в театре сатиры, это был, конечно, с ее стороны поступок великий. Печальный конец был, да? Да, вы знаете, уходит из жизни, к сожалению, у нас не так, как в Америке на своем ранчо, так сказать, наслаждаясь лошадьми и правнуками, которые чирикают в садике. У нас иногда артисты покидают этот мир, да не только артисты, довольно в неприятной ситуации. Ну, страшно, да, в психиатрической лечебнице, в общей палате, ужасно. Да, ну, потом что-то мы там делали, что-то ее, так сказать, улучшали, но все равно это, ну, в общем, уход памяти, разрушение мозга, это такое страшное наказание какое-то, ну, беда. Продолжение следует...